Подскажите, пожалуйста, раз уж сегодня речь зашла о тонком теле, достаточно такое частое явление, это подселение в настоящее время, по крайней мере, многие медиумы об этом говорят. Как определить, есть ли подселенцы? Если человек курит и пьет, однозначно есть, даже без вариантов, поэтому им так трудно контролировать себя, а на них рассчитана вся реклама, вся реклама рассчитана на людей, которые курят и пьют, потому что они ходят как сито дырявое, и там могут жить все кто угодно, но есть одна проблема, а что в нем жить-то особенно? Он неинтересный, он грустный, в его теле много желания не исполнишь. Такой носитель. Да, то есть, например, знаете, люди иногда, они какой-нибудь свой, там Москве 412, у меня был друг, он его даже дверью не закрывал, то есть просто выходил и шел домой. Я говорю, а что там? Он говорит, а пусть попробуют заведут сначала. Только он мог ее завести, эту машину, вот. И поэтому он такой, каска ему не надо было, ничего. И только он мог завести, только он знал, как там, куда ударить, куда пнуть, как толкнуть. И каждое утро это было целое такое театральное представление, как он заводил свой москвич. Также и современный человек, то есть он, ну, он убитый, то есть у него тело убитое, у него сознание убитое, у него семья убитое, он деньги не умеет тратить и зарабатывать, то есть в его теле наслаждаться скучно. Как вот можно в москвиче 412, там, в старом разбитом дырявом, у которого бензобак протекает, как в нем наслаждаться? Поэтому это еще поищи такую достойную личность. Поэтому они, конечно, приходят там, походят, пару мыслей сумасшедших навеют и уходят. Ну, то есть дырявая такая, знаете, машина с выбитыми стеклами, поэтому в нее залезли, поигрались, руль попинали, покрутили и пошли дальше. Неинтересно это все, то есть нет достойных, то есть достойного человека сейчас не найдешь, чтобы действительно можно было как-то воспользоваться. Поэтому все просто вот так вот глупости совершают потихоньку, попадают под влияние, совершают глупости. Потом сами удивляются. Как я все это купил? Как я взял эту ссуду? Как я все это купил? Понимаете? Почему я его ударил? Зачем я развелся и так далее? Зачем я это сказал? То есть человек все время думает, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Наверняка вы себя ловили на этой мысли. Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Вот когда мы начинаем думать, ну зачем я это сделал, это в принципе косвенный признак того, что я вышел из-под влияния. Пришел в себя, очнулся и думаю, зачем я это сделал? Зачем я пошел на эту лекцию Рузова сегодня? Ну не так все страшно, да. Не так все страшно. Главное вести чистый образ жизни. Если человек ведет чистый образ жизни, тогда все нормально. Он сильный, он может себя контролировать. То есть это есть в принципе разум. Разум это и есть сильное, тонкое тело. Фактически. Когда человек способен противостоять глупостям, он имеет эти мышцы. Мышцы противостояния. Он говорит, нет, не надо. Ему предлагают какую-то глупость, он говорит, нет, не надо. Просто нет, не надо и все. Поэтому можете сильно не волноваться. То есть это не так уж концептуально. Ничего там особенного нет. То есть это, ну как комар сел, укусил и дальше полетел. Ну что, мы же не волнуемся по этому поводу. Поэтому можно не волноваться по этому поводу. А можно еще уточнить, а бывает кроме суррогатных подселенцев, бывают еще какие-то духовные подселенцы? Ну кто такие? Фамилию назовите. Мы должны быть подселенцами. Мы должны привязываться к своему духовному учителю, служить ему и не отставать от него с вопросами. Это мы должны пристать к своему духовному наставнику и замучить его. Это наша задача. Это он должен от нас шарахаться, как от привидения. Вот опять ты. Это наша задача. Наша задача. А скажите, пожалуйста, чистый образ жизни, в каждом он свой. Будьте так добры хоть в двух словах. Нет, я перечислил сегодня. Чистый образ жизни? Да, я сегодня перечислил. Это вполне точные вещи. Это отсутствие, это не употребление любых одурманивающих веществ. То есть ни одной промилле не должно быть. Потому что это тут же изменяет наше сознание, тут же происходит деградация сознания. Какое увеличение? Туда все входит, все, что одурманивает сознание. Вы сами это должны замечать, смотреть и видеть, все, что одурманивает сознание. Потому что если мы одурманиваем свое сознание, все, мы уже находимся под влиянием. Это есть одурманивание. То есть это уже не я. Все. Это значит, мое тонкое тело стало таким слабым, что я тут же попадаю под влияние. Это вся убойная пища. Вся грязная пища убойная. Она тут же выводит нас из этого состояния чистоты. Факт. Это все виды азарта. Все виды азарта. Это все виды измен. То есть это вот вполне точные вещи. А вот три это азарта. Да. Хочу за рубль получить миллион. Это чистый стопроцентный азарт. Понимаете? То есть эти вещи, они очень точно определены. И в принципе не сложные вещи. Но они очень тонко так опутывают наше сознание, что мы им поддаемся. И в действительности это делает нас очень слабыми. Сейчас мир очень слабый. Люди даже в браке не могут жить. Люди не могут на одной работе работать. Люди не могут, но в одной стране жить. То есть как вот человек, то есть он родился, женился и всю жизнь работал. Да? Вот человек. У нас родился, потом сто раз женился, потом сто работ сменил. Весь мир объехал в поисках счастья. Потом вернулся к первой жене на первую работу в ту деревню, откуда уехал. Так примерно это происходит. Потому что с кем-то же надо старость коротать. Поэтому обычно вот так вот примерно жизнь протекает. Слабость называется. Слабость. То есть человек, он не способен быть целенаправленным, целеустремленным. У него нет этой силы. Нет силы концентрироваться. Нет силы поставить цель и ее решить эту цель. То есть он все время куда-то сходит с целью. Сходит с целью. Угу. А какой, ну, такой вопрос. Какое время занимает? Какое время занимает? От грязного до жизни. Переход к чистому. И усиление собственного тонкого тела. Год, семь лет. Смотря сколько усилий прилагает. Сделал точно кресло все больше. Переход от грязного до тонкого состояния занимает одну секунду. Меньше даже. Лава-матру. Одну одиннадцатую секунду. Да, все моментально. Это ж тонкое. Тонкое. Сколько нужно времени, чтобы наполнить комнату светом? Да не сколько. А включили на выключатель и наполнилось. Сколько нужно, чтобы избавиться от темноты? Главное, лампочку не тушить. Мы наполняем, потом выключаем. Вот в чем проблема. Потом мы говорим, нет стабильности. Нет стабильности в этом проблема. То есть если бы мы включили и жили спокойно дальше при свете, никаких бы проблем не было. Мы включаем, потом думаем, что-то как-то глаза режут. Надо выключать. Знаете, как трудно быть лектором? Тебе все время свет светит в глаза. И нужно все время всматриваться. Кто там? Очень трудно. Потом глаза болят. Ну такова вот. Такова задача. Быть на виду. То есть так же и мы. То есть мы должны понять, что мы на виду. То есть что такое чистое мышление? Понимаете? То есть даже если меня никто не видит, меня видит Бог. Вот это чистое мышление. Поэтому я все время себя веду чисто. Вот все просто. Это вот чистое мышление. Поэтому неважно, один я не один, спрятался я не спрятался, закрылся я на все замки или не закрылся. Я себя всегда веду чисто. Потому что она меня смотрит, меня видит. Я это знаю, я под наблюдением. А судьба очень точно знает, что я сейчас делаю в этот данный момент. Понимаете? Вот это чистое мышление. Может оно еще не совсем, так сказать, спонтанное, но оно уже чистое. Да? Оно уже чистое. Да? Почему? Мы все пришли, у нас сейчас у всех лица чистые. Есть ли какие-нибудь крошки на носу? Нет? Мы проверили, да, что нет крошек на носу. Как-то пришли. Почему? Чтобы знали, что на нас будут смотреть. Поэтому мы чистые, да? Лица чистые у нас. То есть я знаю, что на меня смотрят. Поэтому с чего начинаются духовные знания? С того, что мы все время на виду. Мы все время как на ладошке. Мы все время видны. Ничего утаить невозможно. И это делает меня очень сильным. Тут же, моментально. В эту же секунду. Воспевание имен и концентрация. То есть если ты параллельно занят какой-то деятельностью, ты являешься в серии? Батарейка села. А какая-то деятельность параллельно с, например, джампом вообще возможна? Теоретически? Или это вообще разные? Да, просто разные занятия. Возможно, но не рекомендовано. Мы люди такие, многогранные. Мы иногда много чего делаем одновременно. Но это не значит, что нас это не волнует. Поэтому, в принципе, невозможно ехать за рулем и по телефону говорить. Но как-то не рекомендуется. Возможно. Но не рекомендуется. Даже мне иногда приходится так делать. Ну, жена звонит, и я думаю, лучше ответить. Поэтому еду и отвечаю. За рулем, что надо. Говори быстрее. Что делать? Жизнь такая. Но это не рекомендуется. Потому что это все равно отвлекает факт. То есть это опасная уже ситуация. То есть как только мы начали что-то делать одновременно, это, в принципе, для концентрации опасная ситуация. То есть можно и сохранить, конечно. Но велика вероятность, что она будет потеряна. Эта концентрация. Поэтому, конечно же, опасно. Может быть, позвонить еще можно за рулем, но смс набирать точно не надо. Длинную. И еще, чтобы в блокноте посмотреть, чтобы точный адрес написать. Это, может быть, точно не надо. Поэтому нужно быть практичным человеком. То есть если вы повторяете святые имена, и к вам пришел какой-то человек домой, лучше ему открыть дверь. А не сидеть, ждать, а дочитывать свое святое имя. Подождет часик, пусть посидит. У меня такое было. Я на самолете прилетел, меня должны были встретить. Я выхожу, нет никого. Я позвонил, спросил, что там машины нет, где вы. Мы еще не повторили свои святые имена. Ну, как повторим, за вами приедем. Я в аэропорту сидел, ждал. Бывают. Ну, в аэропорту как-то, знаете, не самое лучшее место. То есть сам принцип, да, называется, такое, в общем-то, культура. То есть культура — это понимание, что есть долги, на которые я вынужден отвлекаться, и это является частью моей жизни. То есть на какие-то долги я не могу не отвлекаться. И это отвлечение, оно не будет греховным. То есть мама должна отвлечься и покормить своего ребенка. То есть если она не отвлечется на своего ребенка, вот это уже будет грех. Она должна отвлечься на своего ребенка. Чем бы она не была занята духовным, она должна отвлечься. Это предписанные обязанности. На них нужно отвлекаться. То есть это рекомендованное отвлечение. Но если это не рекомендованное отвлечение, если вы повторяете святые имена и Териза включили, потому что там важный сериал, а все сериалы важные вдруг пропущу, то тогда да, это уже не рекомендованное отвлечение. То есть просто применяйте разум. Будьте разумны. А скажите, пожалуйста, когда члены семьи кушают мясо, например, дети, вот мама, мы хотим мясо, вот если я должна готовить там для семьи, а я тогда не буду в этих дырах? И что должна я делать? Это нужно решать до рождения детей, а не после. То есть вы сначала ребенка кормили, 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 кормили. Потом вдруг мама сошла с ума и говорит, теперь будем ездить по-другому. Поймите, что если вы вдруг поменяли свое сознание, то это не значит, что все ваши родственники должны тут же вместе с вами измениться. Измениться, извините. Нет. То есть либо это решается до того, как мы создаем семью, или до того, как мы рожаем детей, либо это очень долго обсуждается и доказывается важность и гармоничность каких-то этих изменений. Тогда вы должны готовить так вкусно, что они сами будут отказываться от одной пищи ради другой. Понимаете? Но мы не можем быть такими, знаете, вот резко меняющимися. Это очень нервно для всех окружающих. Как знаете, то есть за рулем надо как-то так резко, не нужно перестраиваться. То есть нужно поворотником показывать, потом перестраиваться. Так же и в жизни. То есть раз уж вы что-то в себе решили, но поменять, то это нужно обсуждать. Об этом нужно как-то поговорить. Нужно показать разные варианты. Как это все вкусно. То есть это целый процесс. Это не так, что кормить или не кормить. Вовсе не так все дело обстоит. Значит, сколько мы должны на эту тему сначала поговорить? То есть какую цену нужно за это заплатить? То есть сколько вам пришлось высушить, чтобы поменять свое питание? Посчитайте по часам. Сколько часов? Много. А сколько им теперь нужно от вас высушить, чтобы поменять свое питание? Я должна готовить лень? Что значит должна? Они же все равно будут есть. Я готовлю вегетарианскую пищу. А они еще хотят мясо. Ну это же ваши дети? Ну они взрослые. Ну взрослые сами себе готовят. Какая проблема? Детям вы должны готовить. То есть взрослые дети это уже не дети. Это уже мужики и бабы. И они сами могут взять себе сковородку и пожарить там хоть что. Хоть червяков. Это их право. Дети слушаются своих детей. Если они в гости приходят. Если они в гости приходят. Они должны есть то, чем их угощают. Это угощение называется. Не может гость требовать, чем его будут кормить. Это уже не гость. Это уже агрессор. Так, завтра я приду к вам в гости. От вас требуется. Жареного барана. Свежего. То есть все это, конечно, очень такая серьезная вещь. То есть мы должны очень хорошо понимать правила культуры. Сейчас люди очень некультурные. Поэтому вот возникают все эти вещи. То есть если мы пришли к кому-то домой, то мы должны понимать, что там есть свои законы. Там есть свои правила. Там есть свои диеты. Человек имеет право иметь свою диету. Какая проблема иметь свою диету? Вегетарианство это самая добрая сейчас диета. Это самая добрая диета. Понимаете? То есть она самая вот вообще вот пушистая. Вот другие диеты, там да, там уже серьезно. Понимаете? Сейчас только диета. Это самая добрая. В ней все есть вообще. Можно объесться насмерть. Вот. Бывают другие варианты, более грустные. Но мы их не будем обсуждать. Чтобы никого не нервировать. Поэтому пусть радуются, что вы просто вегетарианец. А то есть куда сходить. Есть куда еще изменить эту диету. То есть это очень хорошая, но сбалансированная, здоровая, чистая, вкусная диета. То есть приходите, кушайте, пожалуйста, какая проблема. Вы же должны вкусно готовить. Ваша обязанность вкусно готовить. Ваша обязанность не определенные продукты готовить. А ваша обязанность вкусно готовить. Вот это ваша обязанность. То есть, если вы на вегетарианскую гадость приготовили, то это нарушение принципов, да. А если вы все очень вкусное приготовили, но они не хотят мне отдать, а я съем, какая проблема. Мы придем, съедим. То есть, я еще не видел человека, который был вкусной вегетарианской пищей отказывался. В жизни не видел такого человека. Все разрывают на куски. На куски все разрывают. Про свою тарелку забывают, и все вегетарианское съедают. Потому что оно вкусное, оно здоровое, в нем прана есть. Она пышет жизнью, там есть энергия. А вегетарианская пища дает энергию, невегетарианская пища отнимает энергию. То есть, это естественно. Поэтому никого не надо убеждать. То есть, это не философская тема. Нет пророка в своем отечестве. Поэтому свою семью вы особенно на философские рельсы не поставите никогда в жизни. Но вы всем заявляете, что это ваша диета, вы имеете право на свою диету. Пожалуйста. Поэтому пришли, кушайте. Не хотите, не кушайте, с собой приносите, если вам не нравится. Сумку селедки принесли, съели. Мы не против. Пусть едят, что хотят. Мы не против. Мы только за. Каждый может делать то, что он хочет. Мы делаем то, что мы хотим. Другие тоже имеют право делать то, что не хотят. Если не хотят об этом поговорить, а мы поговорим. Пусть лучше молчат. Потому что нам есть что сказать. Мы можем подготовиться к этому разговору. Много всего интересного узнать. Поэтому это не является чем-то таким вот должен-не должен. Нет. То есть, у нас есть некоторая четкая концепция культуры. Все определяется культурой. Культура очень проста. Все. Пришел в гости, есть что далее. Поэтому будьте культурными. Не будьте слабыми. Так видите, вы попадаете под влияние тела. Тонкого тела. Тех, кто на вас влияет. Мы тоже должны быть сильными. Женщины обычно сильные. У женщин есть умение отстаивать. Свою позицию.